Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка Всем доброго вечера В эфире программа Трофей Рыбалка Как обычно у нас будет час на беседу О нашем любимом занятии Рад вас приветствовать, у микрофона Владимир Сметанин И рад приветствовать эксперта компании Арсенал На Комсомольской 8, Василия Мамонова Василий, здравствуй Добрый вечер, друзья, наконец-то добрался я до студии Жизнь полна всевозможных неожиданностей Со всеми нужно разбираться Какие деньки-то хорошие стоят Солнечные Прямо радость на душе Хочется на рыбалку Ближе к плюс 10 градусам Стремятся столбики термометров Я понимаю, что горят желания рыболовы Поскорее выбраться на свежий воздух, на рыбалку Наверное, нервничают Перебирают свои запасы снастей Начинают обновлять арсенал Подумывают о том, чтобы прикупить Бегать уже, выбирать какие-то новые покупки Лодки, моторы покупают Все, 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 да, готовятся к рыбалке Но сейчас пока такое затишье Потому что налет, я честно скажу, уже, наверное, опасно Вот я точно уже не полезу Есть отчаянные рыболовы, которых Ребят, берегите свое здоровье и жизнь Она все-таки дороже любого улова Еще раз повторюсь, будьте просто очень осторожны На льду, на весеннем он очень коварен Он может быть толстый и в мгновение ока рассыпаться на такие кристаллы И поэтому надо быть очень осторожным Поэтому сейчас зимняя рыбалка уже к своему логическому завершению подходит А летняя она еще вроде бы как и не началась Потому что сейчас рыба готовится к нересту Например, щука уже в некоторых водоемах уже и начала нереститься Она, кстати, самая первая рыба, которая нерестится Буквально в закраины появляется В полынья Взов природы он уже действует Она бежит на мелики и нерестится Поэтому сейчас, кто ловит щуку по последнему льду с жерлицами или еще что-то Ребят, посмотрите, она сейчас пузатая и коренная Отпускайте ее Относитесь к ней как к человеку К беременной женщине К разумному Серьезно, да Она даст потомство, которое у нас будет вырастить и будет радовать поклевками Поэтому сейчас можно поумерить свой пыл И дать ей спокойно сделать то, что задумала природа Ну, безусловно, да Своевременные нужные слова Поддержу, конечно Напомню, что девиз нашей программы Без движения нет у Жени А наш генеральный партнер Компания Движение Нефтепродукт Все передачи мы складываем на сайт EhoKirova.ru На наш YouTube-канал И мы уже не одну передачу посвятили с Василием Выбору удилища Для джига, для микроджига Да, мы выбрали уже джиговое, микроджиговое удилище И мы там, ну, не то чтобы вскользь, но достаточно коротко говорили о катушках И сегодня мы решили исправить этот недодел И посвятить катушкам целую передачу Я так понимаю, мы сегодня во многом риторически будем поднимать вопрос Что же лучше, что же выбрать? Безинерционная катушка или мультипликатор Да, прости, вот для меня, я можно сравнение приведу? Не знаю, насколько оно корректно Вот автомобилисты, да, бывает, спорят Что лучше, тассол или антифриз? Хотя, по сути, это одно и то же Да, но здесь я, наверное, на самом деле не соглашусь То есть безинерционный мультипликатор Я говорю, да, может быть, слишком смелая Они выполняют одну и ту же задачу Одну и ту же задачу То есть это именно катушка, на которой находится леска С помощью которой мы делаем забросы И затем вываживаем рыбу Но принципиально это все-таки два абсолютно разных механизма И копии сломано уже огромное количество И вот постоянно на форумах где-то рыболовных На любой рыболовный форум любого региона Ты заходишь, и там всегда есть такая тема Что же выбрать, мульт или безинерционка? Или там, что лучше, мульт или безинерционка? Да, там, а посоветуете, что мне купить? Да, а нужен ли мне мультипликатор? Ну, то есть вот такие вопросы есть всегда И я скажу, что, наверное, вот рыболовы На сегодняшний день в нашей стране Подчеркну, что мы сейчас говорим именно про нашу страну Не конкретно наш регион, а вообще в общем Делятся на несколько типов рыболовов Адепты чего-то конкретно? Рыболовы, которые вообще не ловят мультипликаторными катушками И даже не хотят Вот такие и есть То есть они полностью табу для себя Установили на эту разновидность Либо там попробовал, не понравилось, не знаю Ну все, ну то есть не хочу А вторая группа, которые ловят только мультипликаторными катушками Всегда и везде То есть и на ультралайт ловят, и на тяжелый джик, и вот воблерами, и чем угодно Ловят только мультипликаторные катушки Ну такая противоположность Ну это две, да, полярных позиции Совершенно верно Признаю, не признаю абсолютно Вот Третья группа, которые ловят и тем, и тем То есть и мультом, и без инерционкой И применяют эти техники в зависимости от, скажем так, места, вида рыбы Да, там, не знаю, там, целесообразности какой-то, да Ну, как правило, вот это спортсмены Ну, потому что у мультипликатора У которых конкретно стоит цель И они под целью подбирают инструмент Совершенно верно То же самое, что, не знаю, там, теннисист, ракетку там какую-то подбирает Или еще что-то Да, здесь все Спортсмен подбирает себе тот инструмент, который в данное время На данном водоеме, там, при ловле данной рыбы Будет ему удобнее, лучше, качественнее И позволит И эффективнее И эффективнее, и занять там более высокое место Вот, и третья группа Ой, вернее, четвертая уже группа Которая, наверное, ну, такая Самая многочисленная группа Это что, колеблющиеся какие-то Это вот, которая вот на грани А вот, может быть, или нет, не стоит Или вот надо, или вот нет И вот эта группа самая многочисленная Почему? Потому что, скажем так, на заре становления спиннингов в нашей стране Ну, к примеру, там, возьмем, там, 90-е годы, да Самой популярной катушкой на тот момент У нас была обычная инновационная катушка Большая такая Барабан, колесо, вот которое, да, там, вот так вот называют Их модификаций было несколько Там, Невские, там, еще какие-то Питерские там были Вот, катушки кто-то их там переделывал Модифицировал, ставили там на подшипники Их там, еще там что-то делали Вот Ну, потому что других-то фактически и не было На тот момент была у отечественного производителя Катушка такая называлась, она там, дельфин и орион Это то, что касается безинерционных Я помню эти катушки, да, из 90-х Мультипликаторных катушек, если память мне не изменяет На тот момент именно нашего советского, там, российского производства не было Вот, могу ошибаться Но не вдавался вот в подробности Знаю, что безинерционные были вот такие И на тот момент вот эти безинерционные катушки были, на самом деле, так нелепо сделаны Они весили там каких-то сумасшедших граммов, там, не знаю, там, по полкило Они могли там запутывать леску У них страдала укладка, там, еще что-то И поэтому они не зашли у наших рыболовов И они там по старинке продолжали ловить всем привычным колесом вот этим Что за фигня, фул Да, и все было здорово С момента там прорыва, это уже где-то ближе, наверное, к 2000-м годам Когда у нас начали появляться в стране представители фирм Ну, грубо говоря, появляться дилеры иностранных катушек Там, Шимана, да, его, да, там, Абу Гарсия, например Ну, вот такая тройка-то, которая самая известная Стали появляться очень хорошие безинерционные катушки И наш народ очень быстро понял, что колесо-то нам не нужно А вот это вот вообще классно, то есть безинерционка Намного облегчает, да? Она простая в освоении, да С ней там может рыбачить абсолютно любой там человек Впервые взявший спиннинг в руки То есть сделать заброс там не составит проблем Она не бородит, вот, с нее там дальше летит С нее можно кидать более легкие приманки, да Там, можно обслуживать Вот, все там и так далее Есть определенные плюсы, и, соответственно, вот оно там заняло какую-то нишу И когда у нас там произошел вот такой вот там бум Вот этих всех джейговых там тем, да И всего оставшегося Конечно же, вот там безинерционная катушка безоговорочно вытеснила колесо То есть остались, опять же, такие адепты, которые там приверженцы старой школы Причем до сих пор есть люди, которые ловят инерционками Это их выбор, это их право, там все здорово В каких-то случаях, честно скажу, у нее есть плюсы Они сейчас выпускаются так немножко, отвлекаясь Инерционки есть, да? Есть такая замечательная катушка Нельма В современном исполнении Как автомат Калашникова Она посажена на подшипнике, крутится там бешеное какое-то количество времени Вот, полностью стальная, очень удобная И есть приверженцы, которые ловят И еще раз повторюсь, в каких-то ситуациях При определенных техниках подачи приманки Такая катушка имеет место быть И она действительно выигрывает у всех других Но это такая отдельная крайность Вот мы сегодня про колесо Не-не-не, я предупреждал, что я чуть-чуть отвлекусь Да, можно я напомню, что у нас будет сегодня вопрос Обязательно Василий его задаст, правильно ответивший И получит, как обычно, подарочный сертификат от Арсенала на Комсомольской 8 Отвечать вы сможете посредством СМС 8909-720-101.0 Но это чуть позже Терпение, в общем, продолжаем Да, это такой вот экскурс у нас был Значит, почему же армия вот этих колеблющихся людей Которые выбирают между безинерционкой и мультипликатором Так велика Когда у нас появился нормальный интернет Нам стал доступен зарубежный сайт Какие-то или еще что-то В интернете начала просачиваться и появляться информация Очень красивое видео, да, снятое То есть эстетика заброса Эстетика заброса с безинерционной катушкой И самое главное, скажем так, именно владение техникой заброса безинерционной катушки Безумно красиво на самом деле Вот, потому что там очень сбалансированная снасть Там можно сделать ювелирно точные забросы То есть там есть даже видео, где называется он, по-моему, там мастер-кастер То есть там американец, у него спиннинг, мультипликаторная катушка Леска, там какой-то грузик, вот И выстреливают вот тарелочки В которых надо стрелять из ружья А он их сбивает грузиком А он снастью приманкой, да? Да, он грузиком в них попадает Ну, то есть там все здорово Вот, появились видео там очень точных забросов Так называемый там питчинг, флиппинг Да, под кусты там, да Они там всяко-то там прыгают Все И народ-то понял, ох, ничего себе Вот Надо пробовать Надо пробовать, да Но понятие у нашего Люда было такое на тот момент поверхностное Начали покупать какие-то там мультипликаторные катушки На тот момент фирмы, которые завозили эти мультипликаторные катушки На самом деле не совсем понимали, что нужно везти Да, там везли какие-то, могли привезти морские серии Катушки там вообще без тормозов Там еще что-то Народ у нас их, ну, мультипликатор, мультипликатор, да Покупал Ничего, что он там Вот, да, покупал Мотал там на них какую-то там леску или ещё что-то, выходил на реку, и у них ничего не получалось. То есть вот этой красоты, которая там была в ролике, и так замечательно, и казалось всё просто, вот этого ничего не было. Поэтому вот на заре становления вот этот мультипликатор достаточно быстро погас. То есть остались, опять же, какие-то приверженцы, которые там что-то где-то для себя почерпнули, нашли нужные, правильные катушки, нашлись умельцы, которые доработали неправильные, да, это у нас в России вообще такая нормальная штука, да? Да, черта характерная. Да, допилили, напильничком там что-то подделали, всё, и катушка стала пригодна для наших условий ловли. Вот. Где-то, опять же, со середины, наверное, 2000-х годов такой сильный-сильный бум на мультипликаторной катушке. Это всё связано с тем, что на тот момент начали появляться коммерческие рыболовные турниры у нас в России, начала появляться вот эта каста там, да, спортсменов-рыболовов наших, российских уже, да, ну, назовём их, не побоюсь там этого слова, там, звёзды нашего рыболовного спорта, да, на которых сейчас там многие... Ну, вполне оправданно, чего уж их критиковать. Да, многие там ровняются. Критиковые, да. Вот. Появился там ProAngers League, там, ещё что-то, стало очень-очень много информации, и всё чаще и чаще обычные любители стали видеть у рыболовых-спортсменов в руках мультипликатор. Вот. Появились правильные катушки, катушки стали, скажем так, стоить каких-то разумных денег, и всё. То есть, вот они заняли свою определённую нишу. Поэтому вот сейчас мультипликатор, он такой, ну, востребованная катушка, продаётся хорошо, но всё-таки на сегодняшний момент лидером по количеству там продаж, по количеству людей, которые ловят, всё-таки в нашей стране остаётся безинерционная катушка. Например, если мы возьмём там ту же Японию, да, или Америку, то там всё кардинально наоборот. Ну, давай в России приведём пример, если там брать сто процентов. Сколько у нас? Восемьдесят процентов? Семьдесят приходится на безинерционные. Примерно, я думаю, что 70 на 30. 70 на 30. Вот. А, например, в США или в Японии, да, вообще всё кардинально наоборот. То есть там, я даже сказал, наверное, там 80 на 20, причём в сторону мультов. Большинство мультипликаторных катушек. С тем, что там применяют как раз вот те техники ловли, где мультипликатор, он будет выигрышнее, иметь больше преимуществ. Ну, мы о них чуть дальше поговорим. Вот. Всё-таки, я думаю, что сейчас, наверное, затронем сильные стороны мультипликатора. Да. Ну, то есть вот плюсы. То есть у каждого предмета там в рыбалке, у каждой снасти есть свои плюсы, есть свои минусы. Вот. Мы сейчас поговорим о непосредственно... Достоинствах мультипликаторных катушек. Достоинствах мультипликатора, плюсах, что же он нам всё-таки даст. При всех прочих равных мультипликатор это инерционная катушка, инерционная катушка, но немножко модифицированная. То есть у неё есть передаточное отношение, то есть есть маленькая ведомая и большая ведущая шестерня. Да, и, соответственно, за счёт этого... Шестерёнчатая пара. Да. У нас есть определённая передача, там, и при одном обороте ручки у нас шпуля делает, там, в зависимости от передатки определённое количество оборотов и выматывает определённое количество... Вариантов этого передаточного соотношения много. Их очень много, но в мультах это, может быть, 4,5 самая низкая и 9,1 самая высокая. Ну, достаточно только приличный. Разброс. Вот. Самая популярная 6,3, 7,3. То есть, ну, вот такие в среднем. Катушка такого вот, ну, обычного класса с передаткой 6,3 будет выбирать где-то порядка 67 сантиметров, а с передаткой 7,3 где-то порядка 78. Вот так вот. Ну, это вот такие упрощённо обобщённые данные. Ну, плюс-минус там где-то по сантиметрику может в зависимости от модели производителя отличаться, там, диаметр шпуля может быть разный, там, ещё что-то, ну, такие нюансы. Плюсы. Первое. Мультипликаторная катушка при всех прочих равных, при качественном и правильном обслуживании будет намного дольше служить, чем без инерционка. Что именно дольше будет служить? Вообще вот работает... Механические, да, вот все эти части, шестерёночки, там, снашиваться, там, ресурс, ресурс в разы. Запас его намного больше, да? То есть, если мы ещё выберем, там, например, катушку в каком-нибудь там магниевом корпусе либо в металлическом корпусе с главной парой сталь по бронзе, её можно там внукам по наследству передать, вот, и она будет работать. То есть, физически она устроена так, что вот объективно она прослужит дольше. Намного дольше всех прочих. Потому что без инерционка, это всё-таки вот кривая вот эта передача, это вот различные штоки, да, там, подача шпули и всего оставшегося, то есть, соответственно, мульт, он и с технической точки зрения проще, чем без инерционка устроен, и, соответственно, у нас, как правило, чем проще, тем дольше и лучше служит. Поэтому механизм более надёжный. Вот. Дальше, следующим плюсом, несомненным, это вот, наверное, один такой из главных плюсов, безинерционная катушка, вернее, так вот, мультипликаторная катушка будет при меньшем корпусе и меньшей массе, да, чем безинерционка, намного мощнее. То есть, например, катушка, ну, простой пример. Я понимаю, что ты сейчас, если там перефразировать, там, КПД у неё вот некий... Ну, скажем так, вес приманок, да, там, вот, который мы можем работать с безинерционкой, будет меньше, там, чем с мультом. Поясню. К примеру, хорошая, хорошая, очень хорошая, дорогая безинерционная катушка, рассчитанная на работу с весами, ну, скажем так, в 40-50 грамм, будет весить на сегодняшний день, это действительно, это очень дорогая катушка, она будет в среднем весить где-то, ну, 250-260 грамм. Эта катушка стоимостью 1070. Ой. Мультипликаторная катушка, рассчитанная на работу с точно такими же весами, с точно такими же. В районе 50 граммов. Да, в районе, там, 40-50 граммов, будет весить, ну, в районе от 160 до 180, там, редко, 190 грамм. То есть, там разница будет грамм в 100. Для людей неискушенных это же не такая большая разница. Не-не-не-не-не, что такое 100 грамм? Что такое 100 грамм? 100 грамм это вес еще одного спиннинга. То есть, вот, что такое 100 грамм? То есть, реально собрать с мультипликаторной катушкой снасть, такую, что была катушка и был спиннинг, он по весу будет весить столько же, сколько одна катушка безинерционная без спиннинга. Вот, соответственно, за счет этого следующий плюс у нас выплывает. Такая снасть за счет того, что она более легкая, она более сбалансированная, она более удобная в руке, да? То есть, у нас катушка расположена сверху. То есть, если безинерционка вот там болтается снизу, не зря ее там называют мясорубкой, да? То есть, она похожа на мясорубку. И вспоминает, да, процесс. То мультипликаторная катушка находится сверху удилища, она полностью в руке, она вот такая вот маленькая, и при весе там в 150-160 грамм практически невесомая, создается всегда такое ощущение, что ты в руках держишь один спиннинг. И недаром называют, например, там многие вот, взяв очень сбалансированный мультипликаторный комплект, такие говорят, блин, как дирижерская палочка. Ну, то есть, с ней можно делать все, что хочешь. Василий, ты умолчал, сколько стоит? Вот та вот 70 тысяч, а это вот при снижении массы. Ну, скажем так, она сколько будет? Следующий такой плюс мультипликаторных катушек в том, что, скажем так, достаточно мощная и легкая катушка, ну, ее можно купить в пределах 10 тысяч рублей. И уже не обращать внимания на дорогущие, хорошо сделанные, из качественных материалов. Почему безинерционная катушка будет достаточно дорогой, и такой вот, скажем так, чтобы ее сделать легкой, прочной, надежной, она будет стоить больших денег. Ну, во-первых, именно вот все физические моменты, которые в катушке происходят, вот эта кривая передача, да, вот эти штоки, там нужен очень плотный корпус, соответственно, это все делается из дорогих материалов. То есть, такая катушка однозначно будет там какой-нибудь магния-титановый корпус иметь. У нее 100% там будет облегченный магниевый ротор. Все посадочные места там будут, опять же, усилены титановыми вставками. Там будет у нее перфорированная шпуля из суперсплавов. То есть, это я сейчас говорю о катушке, там, например, там, Шимана Стелла, да, вот такая есть. Все это удорожает изделие. Это там бешеных денег каких-то стоит. Вот, во-вторых, для четкой работы и точной работы механизма безинерционной катушки нужны подшипники с очень высоким допуском. То есть, если, например, там, в мультипликатор можно поставить средненькие, да, то вот в безинерционку, чтобы она там ходила годами, да, нужно поставить очень точные подшипнички. Соответственно, класс подшипников выше, там стоимости очень большие могут быть. Вот, это все не идет в плюс безинерционки, да, то есть, ценник там получается о-гу-го. С точки зрения там мультипликаторной катушки, я вот, например, ну, у меня даже она есть, да, до сих пор есть. Была такая... А меня, в смысле, в личном распоряжении. Да, 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 вот она. Это, наверное, одна из первых моих мультипликаторных катушек, которая появилась на заре, наверное, такого становления. Это Риоби Экзорн, трехсотый такой был. Так вот, эта катушка выполнена из пластика. То есть, вот корпус пластиковый. Внутри сталь по брон... Ой, вернее, да, там бронзовая шестерня, то есть, все там металлическое, все. Вот этой катушке, дай бог, у меня девятый сезон. Причем и в хвост, и в гриву, и что там с ней только не делал, разберешь, смажешь, соберешь, она снова как часики едешь. То есть, никаких признаков того, что она на покой отойти собирается, нет? Абсолютно. Причем пару сезонов, так я целенаправленно пытался эту катушку вывести из строя, да, ну, то есть, там, делал ей техническое обслуживание несвоевременно, да, там, издевался над ней, там, с какими-то огромными весами, то есть, реально, там, кидал приманки весом, там, по 200 грамм джеркбейты какие-то, да, там, с ней, вот, ну, думал, ну, когда же, вот, все-таки, сколько... Когда у тебя сбой произойдет. Да, сколько же там, вот, ресурс-то заложено. Ничего, она доходит до сих пор. То есть, это как раз к вопросу о том, что долговечность у них все-таки выше. Мы вернулись, да, к первому отмеченному пункту о том, что они... Вот, по ресурсней будут. Дальше, соответственно, мы сказали, там, про вес и эргономику, и, наверное, одним таких, ну, из знаковых плюсов, из знаковых плюсов ловли с бейкайстинговой снастью, это все-таки чувствительность. Успеем до рекламы рассказать? Раскрыть, что есть чувствительность? Не успеем. Там она складывается из нескольких факторов таких, да, то есть, там есть такие хитрости и нюансы. Первое, это расчухали, опять же, спортсмены. Хорошо, начнем, потом продолжим, да. Давай начнем про чувствительность. Вот, в силу того, что у нас катушка расположена сверху, расположена сверху и находится полностью в руке, у нас еще и прямая, грубо говоря, передача шнура, то есть, нет там никаких изгибов, ничего. И вот, положив руку на катушку, мы, ну, фактически, в руках держим шнур, который у нас идет. Соответственно, чувствительность великолепная, потрясающая. Опять же, легкость снасти здесь там выходит, все. Само удилище, оно немножко отличается от спиннингового, то есть, кольца расположены сверху, их чуть большее количество, и они очень плотно прижаты к бланку. Вот это, опять же, влияет на чувствительность в том плане, что во время, там, бокового ветра где-то или еще что-то, да, не выдувает у нас вот эти вот... Не получается вот этой петли, да? Петелек вот этих не получается на спиннинге, у нас шнур всегда натянутый, он всегда в руке, соответственно, там чувствительность, ну, бешеная. Игру, касание дна. Самое главное, это вот касается именно такой, наверное, в разрезе все-таки джиговой рыбалки. Вот в разрезе джиговой рыбалки. Там чувствительность. Там чувствительность очень важна, и поэтому без нарционку в первую очередь спортсмены начали применять именно там. Мультипликаторами именно? Да, мультипликаторами. Мультипликатор, да. Мультипликаторную катушку спортсмены начали применять там. Вот. И есть еще один такой хитрый момент. Вот я им сам пользуюсь очень часто во время там сильного ветра, да, очень некомфортной погоды, большой волны с безинерционки ловить практически невозможно, потому что там же надо все равно как-то кончик там куда-то поднять, да, там, чтобы увидеть, как у нас там где-то что-то отыграло, а за счет того, что есть там дуга шнура, которая легла там на волну, тебя постоянно в катере качают, там, ну, чувствительность пропадает. Настройки сбиваются. Да, с мультом можно сделать все очень просто, то есть мы берем мультипликаторную снасть вот перед катушкой, да, перед катушкой, и вот так вот пальчиками пережимаем шнурок, ну, вот так вот перегибаем, то есть это называется ловля в пальцы, там вот просто касание любое рыбы ты в первую очередь чувствуешь тактильно, я вот даже по себе там замечал, вот я сначала чувствую, делаю подсечку, и потом только понимаю, что у меня там рыба клюнула. Ну, то есть вот, все наоборот. На подсознательном. Нет, потому что на спиннинговой снасти мы, как правило, вот видим подсеть, поклевку, да, потом мы ее чувствуем, и после этого мы делаем подсечку, а здесь мы ее чувствуем, делаем подсечку, а потом уже понимаем, что там клюнуло. Ну, то есть инстинкт у нас срабатывает, там, где-то что-то дернуло, да, мы там, оп, мы же руку отдергиваем, здесь то же самое. Угу. Подошло время небольшой рекламы, Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8, это программа «Трофеи и рыбалка», где мы говорим о катушках, и вот уже полчаса разговариваем о мультипликаторных. Слушайте дальше, будет очень интересно, кроме того, запланирован вопрос, за правильный ответ на который вы получите подарочный сертификат от компании «Арсенал». Первый, кто правильно ответит посредством смс на 8-909-720-101-0 и получит этот приз. Вернемся очень скоро. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофеи «Рыбалка». Продолжается программа «Трофеи и рыбалка». Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8, меня зовут Владимир Сметанин. Я предлагаю вопрос, потому что такая увлекательная беседа сегодня, рассказ, чтобы сейчас с вопросом сделаем приятное нашим слушателям, а затем продолжим рассказ. Да, вопрос будет очень-очень простой. Вопрос будет о той теме, которая нас ждет, которая уже буквально началась. Весна идет весне дорогу, соответственно, все хотят на рыбалку, но каждый уважающий себя рыболов знает о весеннем запрете. Соответственно, вопрос будет очень простой. Как говорил один известный персонаж, я чту кодекс. Чтить надо. Чтить кодекс обязательно, поэтому закон для всех. Вопрос очень прост. Дата окончания весеннего запрета по новым правилам? Весеннего запрета на ловлю, я имею в виду. До этого числа, до этой даты ничем нельзя пользоваться, кроме... Кроме поплавочной удочки с берега и с двумя крючочками максимум. И, собственно, при наступлении следующего дня уже все разрешено. Ну, не все. Дата окончания весеннего запрета рыболовного по новым правилам. Вот такой вопрос сегодня простой, я думаю, что... Да, еще раз напомню номер телефона. 8-909-720-101-0. СМС-ки, СМС-ки отправляйте. Так, продолжим. Про чувствительность закончились? Про чувствительность дальше мы будем немножко еще... Ну, вот буквально чуть-чуть. Соответственно, вот это все в первую очередь, о чем мы сейчас коснулись, да, вот эта потрясающая чувствительность, чувствительность снасти. Первое, это расчухали, скажем так, спортсмены. Вот. Начали там где-то что-то писать. Обычные рыболовы не верили. Честно скажу, на своем опыте я тоже. Ну, я думаю... Я думал, что это враки при украске, при увеличении. Да, то есть я думал, ну что там, ну вот у меня там спиннинг классный, там плетенка хорошая, там безинерционка там намотана, да ну неужели? Вот так, а там же там, ой, я там с безинерционкой 50% поклевок не чувствовал. Ну, понятно, что 50% это враки такие, да, вот, но в каких-то вот условиях там реально там 10-15% поклевок мы не ощущаем с безинерционкой. Мы просто их пропускаем мимо, там бывает такая ситуация, что ты, вот у тебя груз там, бам, ну в джиге там стукнулся в дно, поклевки вроде бы не было, да, ты начинаешь делать следующую вроде бы ступеньку, и ой, рыба сидит. Ну, то есть вот она там подвисает, так называют. То есть это, ну, случаем, да, называют, случайно. А мы ее, вот, поклевка-то была, ну, просто ее пропустим. Да, раздевали просто. Вот. Пока сам не попробовал, не верил. Случилось все очень просто, мы поехали с товарищем на рыбалку, он ловил на тот момент уже мультом достаточно долгое время. Я тогда еще не ловил, я вот только так как раз вот относился к тому лагерю, который вроде бы надо и бы не надо бы. Мы приехали на рыбалку, был ветер, была такая хорошая волна, и встали на одну точку, и там получалось так, что был боковой ветер. То есть это самое противное, что может быть на рыбалке с безинерционной катушкой, это боковой ветер. Можно ловить по ветру, против ветра, все хорошо, с боковым беда. Вот. И после того, как он поймал три рыбины товарища, я не видел эти поклевки, но я понимал, что поклевки-то происходят, потому что я доставал приманку, там видел на ней следы какие-то прикусы. Покусы там, хвостика нету, еще там что-то, да, ну, то есть, а я рыбу поймать не мог. Вот. Вот я сказал, давай, дай мне, дай комплект, давай. Запасной или этот же? Нет, этот же, вот я взял комплект, да, попробовать, я взял комплект, со второго заброса я поймал рыбу, причем я четко почувствовал эту поклевку в пальце. Вот, я понял, что мне такая снасть нужна под определенные условия. Я не скажу, что я такой ярый привержен с мультипликаторной катушки, да, но, тем не менее, в моем арсенале там два комплекта есть, и я их регулярно там использую. И всегда он есть в катере, там, на случай вот таких вот там форс-мажоров. Погодных, в том числе, да, условий, когда, не дай бог, боковой ветер разыграет. Поэтому там на соревнованиях где-то, когда участвую, они там всегда со мной, и в определенных случаях я их использую. Вот. Чувствительность действительно выше, но, еще раз, друзья, повторюсь, что не надо верить во все вот эти интернет-байки, сказки, когда вам там говорят, что я там 50-60% поклевок там не чувствую, и все это в раке, еще раз повторюсь. Современные. За которыми стоят зачастую чьи-нибудь коммерческие интересы. Да, современная снасть с безинерационной катушкой, она достаточно чувствительна, но в определенных моментах проигрывает. Вот, дальше движемся, соответственно, плюсы следующие. Да что, еще не все плюсы вы перечислили. Их, на самом деле, не так и много уже осталось, но, тем не менее, вот одним тоже из важных таких плюсов является то, что, используя мультипликаторную катушку, мы можем вообще не задумываться о диаметре шнура, который мы используем. То есть, он абсолютно не влияет на дальность заброса. Но связано все с тем, что на безинерационной катушке диаметр шнура кардинально влияет на дальность заброса. То есть, чем толще мы ставим шнур, ну, то есть, вот разница даже может быть такая. Вот мы ставим там шнур единичку по японской классификации, да. У нас там приманка в 20 грамм, ну, пускай улетает там, не знаю, на 60 метров. Вот мы ставим шнур 1,5 по японской классификации. У нас приманка там улетает уже не на 60, а там метров, наверное, на 45. То есть, оп, мы 15 метров в дальности заброса потеряли. А это бывает иногда очень важно. Там рыба может не подпускать там к себе, да, там нам нужно ловить по площадям, там еще что-то. Вот, а в то же время там, например, в коряжнике использовать тонкий шнур нецелесообразный. Мы пытаемся поставить там толстый шнур, а у нас ничего никуда не летит. И вот в этом беда. Почему? Потому что без нерционка при забросе вот шнур сходит вот по такой вот спиральке, да, там ударяется во все кольца, и, соответственно, чем больше у него диаметр, тем сильнее он будет тереться о бортик катушки, тем сильнее он будет ударяться в первое входное кольцо. У него будет больше сопротивления там при прохождении по кольцам. Ну, то есть физика там трения и все оставшееся в дальности мы теряем колоссально. На мультипликаторной катушке у нас шнур сходит по прямой. А там все в одной плоскости, да, получается? Да, то есть вот в прямую линию. Он вылетает по прямой, он абсолютно у нас тут ни обо что не ударяется. То есть там есть какое-то трение в кольцах, но на сегодняшний день там современные плетеные шнуры там очень скользкие и гладкие, и поэтому там, если разница и есть, но она есть, ну, там, не знаю, в метр заброса. Причем при кардинально большом там увеличении шнура толщины. Вот. И из этого вот плюс, например, один из плюсов – это использование мультипликаторной снасти в трудных условиях ловли. Например, ловля в коряжнике. Вот, например, если я ловлю джигом в коряжнике, вот в таком злом, да, где мне нужно использовать достаточно толстый шнур, где мне нужно будет использовать тяжелые приманки, да, и там оттуда силовое вываживание рыбы, ну, при всех прочих равных, если вот так вот на весы положить, я однозначно склонюсь к мультипликаторной катушке, потому что она будет мощней, снасть будет легче, да, там, при той же самой мощности я могу там использовать офигенно толстый шнур, не боясь там оторвать приманки. Совсем-совсем офигенно толстый. Или все-таки есть разумные пределы, когда… Нет, абсолютно любой. Вот прям по барабану. Прям можно хоть там, не знаю, самый толстый наматать. Вот, и, например, для меня вот любимая ловля с мультипликаторной катушкой, ну, техника ловли, да, я ловлю щуку в коряжнике на несильном течении и не очень большой глубине, но очень толстым шнуром. Что мне это дает? Во-первых, я получаю просто там колоссальную мощность снасти, вот, возможность контролировать рыбу там на любом этапе вываживания, там, поднять ее из любых коряг, вот. А толщина шнура мне дает, мы об этом уже где-то говорили в одних из передач, дает то, что я могу сделать очень-очень-очень плавную проводку, ну, то есть толстый шнур, он парусит долго, щуки это очень любят, вот именно вертикальную составляющую, такую вальяжную проводку. Поэтому я могу использовать чуть более тяжелый груз, соответственно, у меня будет очень хорошая дальность заброса, да, но в то же время именно вот долгая-долгая вот эта пауза, которая... Ну, давай приведем конкретное значение толщины шнура, которое ты используешь в этом случае. Ну, вот я на мультипликаторе очень часто использую шнуры, такие как, например, 3-3,5 по японской классификации, то есть если перевести на наши, то это будет где-то примерно 0,38, то есть это очень толстый шнур. Толстоватый, да. То есть намотать такой шнур на безинерционную катушку вряд ли кто-то осмелится, если это только там неморская там безинерционка больших диаметров, да, и там огромное кольцо там какое-то на спиннинге, ну, такое не мотают, то есть, как правило, безинерционка заканчивается диаметрами двойки по японске, да, там, ну, два с половиной край. Очень-очень редко бывает три, но это я уж не знаю, что там сделать. Там реально вот в таких случаях лучше взять мульт. Вот. Поэтому вот такой вот плюс, он тоже есть, и вот из этих плюсов вытекают именно техники, которые, ловли, которые подходят под мультипликаторную катушку. Потом, например, очень часто я использую мультипликаторную катушку при ловле твичингом, крупными воблерами, и там я использую не плетеный шнур, а монофил, либо чаще флюрокарбон, причем достаточно, опять же, толстый. То есть там флюр 0,38, 0,36. Такой флюрокарбон намотать на безинерционную катушку, это будет сразу смерть, потому что первые два-три заброса, и потом будет вот такое гнездо, даже на катушке. Почему? Потому что... Борода, в смысле? Да, борода. Монолеска и особенно флюрокарбон, они достаточно жирны. Вот флюрот он жесткий, и, соответственно, он такими вот может он бух, пушится, а когда диаметр 0,4, он как проволока. И вот на безинерционке он там сбегает, вот так вот куда-то ударяется, вот эти еще кольца не прошли, дальше вылетают следующие, и вот здесь вот все приходит. В общем, абсолютно бесполезная затея. Да, приходит в такую негодность, поэтому ловить не очень удобно. А у флюрокарбона, особенно в твичинге воблеров, есть свои плюсы определенные, да, он немножко подтягивается, он немножко тонет, там совершенно другая проводка, скажем так, игра, рисунок воблера совершенно другой, он по-другому играет, более мягко, да, и, например, там пассивные хищницы, это очень нравится, и поэтому здесь однозначно мы используем мультипликаторную катушку, потому что по-другому ловить никак. И вот из этого как раз, вот сейчас вернусь немножко к началу нашего разговора, почему я сказал, что в Америке и в Японии очень популярны мультипликаторные катушки. Почему перевес в сторону, в пользу мультипликаторов? Потому что они 90% времени ловят либо флюром, либо монкой, да, и ловят вот этого большеротого окуня, там, баса, да, вот на эти техники, и поэтому им нужен только мультипликатор. У них там всегда силовое вываживание, они всегда практически ловят с катера, им там дальности заброса каких-то запредельных не нужен, но им нужна мощность снасти, вот, поэтому они склонили свою чашу весов к мультипликатору. Ну, понятно, вполне, да, оправданно. Это то, что касается, ну, скажем так, плюсов, да. Плюсы, перечислили все. Плюсы, ну, их, на самом деле, там, можно... Есть еще нюансы, да, можно там развивать некоторые моменты. То есть перечислять там к техникам ловли, вот, и немножко вот как раз к техникам ловли коснемся. Если вы для себя, например, там, решили, что хочу ловить джеркбейтами, да, то есть что такое джеркбейт, свимбейт, то есть для начинающих это очень крупные приманки, очень крупные приманки, которые ведут рывковой проводкой. Вот, там спиннинги могут быть с тестом до 200, до 250 грамм, да. Ну, серьезные такие. Вот, и, соответственно, сами приманки весят там 100-200 грамм абсолютно легко. Вот, соответственно, здесь только мультипликатор. Во-первых, на забросе такой приманки, если мы будем кидать с безинерционной катушки, мы имеем, ну, наверное, оторвать себе палец можно, да, там, ну, неосторожно. Ну, да, да, я тоже о травмах подумал. Не вовремя отпустив, это может быть очень травмоопасно и абсолютно неприемлемо к ловле. Во-вторых, безинерционная катушка, на которую нужно будет намотать шнур, а там шнуры используют 0,5 и 0,6, например, диаметра, она однозначно будет там какой-нибудь 8-тысячного или 10-тысячного размера морской серии и будет весить там грамм 700-800, и такой катушкой там ловить, особенно рывковой проводкой, это еще то удовольствие, не знаю, там, на полчаса, может быть, хватит подготовленного бодибилдера какого-нибудь, да, там у обычного рыболова руки точно отвалятся. Вот, и, соответственно, это не очень хорошо. А мультипликаторная катушка позволяет этими техниками ловить, там снасть получается очень легкая, гармоничная, сбалансированная, и можно ловить. Поэтому, если ваш выбор, вы, например, там, хотите, жаждете, да, вот попробовать себя вот в этой стезе, там, джеркбейтовой ловли, то ваш выбор только мультипликаторный, без национки, закройте глаза, и они вам вот здесь не нужны. Последний, мы сейчас не отрываемся от нашей местности, это этим у нас можно пользоваться на территории Кировской области? У нас с этим можно, этим нужно, но пользоваться, и рыба клюет абсолютно нормально. Клюет? Простите, я что-то вот... Нет, нет, нет. Открытие для меня сейчас именно такое. Нет, причем джеркбейтами у нас ловят достаточно... Такими тяжелыми снастями. Достаточно много нарядок. То же самое, что ловят ультралайтом, ловят очень такими хэвиками. Вот. Потом, например, следующее применение мульта, это вот, как я уже сказал, это твичинг веблеров. Почему? Потому что там очень важен вес снасти. И вот не зря я сказал там про дирижерскую палочку, например, вот, ну вот, опять же, у меня в моем пользовании есть снасть, которая в собранном виде, то есть это катушка, удочка, да, сам спиннинг, длиной 2 метра 10 сантиметров он у меня получается, с тестом до 35 грамм, с намотанным шнуром, вот, все вот это вот дело весит... Просто вдумайтесь, вот, это спиннинг и катушка. Меньше 300. Меньше 200. Меньше 200 даже. Вау. Ну, я взвешивал, там получилось 194 грамма. Ну, 200, да, почти. Вот, то есть там катушка у меня весит где-то порядка там 150 грамм, да, и спиннинг там буквально ничего не весит. Вот, поэтому вот такая снасть, там реально там 200 грамм в руках ты держишь, ты ее не ощущаешь, она же еще и сбалансирована, то есть ты кидаешь, и вот руки абсолютно не устают. И за счет вот этого хвата, когда у нас катушка в руках, да, там очень легко делать вот эти вот рывковые проводки все, ну, это вот из сферы применения, скажем так, мультипликаторов. Вот. И все бы так было хорошо, но... Что, про минусы поговорим, да? Есть обратная сторона. Про минусы мультипликаторов давайте. Есть обратная сторона. Большую часть моей программы проговорили про достоинство. Ну, похвалить-то нас всегда больше, наверное, чем поругать, но тем не менее минусы существуют. Первый, самый главный минус, который многих, те, кто начинал там пробовать, да, которые начинали пробовать, там, может быть, неправильными снастями, не знаю, там, с плохими учителями, либо без учителей, либо там, начитавшись интернета или еще что-то, первое, что всех отталкивает от мультипликатора, то есть мульт – это все-таки инерционка. Соответственно, все истории, которые у нас были на инерционной катушке, кто ловил, тот знает, да, единственное, что пальцев в кровь точно не будет, но вот бороду получить на раз-два при неправильной технике заброса. Это характерно не только для новичков, но и для опытных? Как говорится, и на старуху бывает, проруха? Бывает, но в меньшей степени, я, честно скажу, ну, не хочу похвалиться, но я там за последние лет пять, наверное, не получил ни одной бороды. Не допускал, да? В общем, вопрос решается во многом опытом. Тренировка, опыт. Начинающему же новичку, в первый раз взявшему в руки мультипликаторную катушку, нужно, честно скажу, заново научиться технике заброса. То есть, если для того, чтобы кинуть с безинерционной катушкой приманку максимально далеко, нам надо сделать максимально резкий заброс, как правило. Ну, то есть, чтобы нагрузить вот так прям бланк, таким щелчком кинуть, и у нас приманка летит далеко. Если мы так кинем с мультипликаторной катушкой, у нас неминуемо произойдет борода, приманка полетит очень далеко, но она просто отстрелится, так называемый отстрел произойдет, и она полетит очень-очень далеко. Чпоньк? Да. То есть, это иногда бывает опасно, когда ловишь на небольшой реке, там, не знаю, метров 50, если на противоположном берегу люди сидят там реально убить. Ну, то есть, груз там в 30 грамм, он как пуля летит на отстреле очень далеко. Поэтому будьте осторожны. Вот. Здесь есть одно золотое правило. В первый выход с мультипликаторной катушкой не нужно стараться кинуть как можно дальше. То есть, нужно... Аккуратненько, да? Нужно кинуть хотя бы, ну, там, 20 метров, если полетит, это очень хорошо, поверьте мне. Если вы на первом, скажем так, занятии, да, первой рыбалки сможете кидать вменяемо там приманку на 20, там, 30 метров, то через там 2-3 рыбалки вы будете абсолютно спокойно там кидать на такое же расстояние, как... Вменяемо, в смысле, то есть, достигать намеченной там себе цели, вот именно вот туда хочу кинуть, вот сюда. Соответственно, почему? Потому что так как катушка у нас инерционная, да, её нужно разогнать, то есть придать шпуле вот этот момент инерции, ну, как можно плавнее. То есть вот не рывок, чтобы он мгновенно был, да, а именно, чтобы она вот получила ускорение. Вот. Для этого заброс нужно сделать более плавный, например. Очень простой заброс там будет, боковой заброс. Не надо кидать там, пытаться из-за головы, из-за головы заброс, как правило, всегда резче получается. Именно боковым забросиком, да, то есть киньте там навесиком. Вот. Современные мультипликаторные катушки имеют системы тормозов, да, они там могут быть магнитные, центробежные, то есть это всё помогает. Мы сейчас не будем вдаваться там вот именно в настройки, в какие-то уже не успеем. Но, тем не менее, там всё можно настроить так, что даже начинающий рыболов не получит бороды. Вот. Соответственно, первый минус, о котором мы говорим, это техника заброса. Надо учиться, надо набираться. Постоянная тренировка, опыт приходит со временем, то есть, ну, тем не менее. Вот. Второй момент, если мы только захотели вот, там, не знаю, ловить мультом, мы купили катушку, нам нужно потратиться на удочку. То есть обычным спиннингом, к сожалению, ловить мультипликаторные катушки. Но ты немножко упомянул, это там и кольца, более прижатые. Это немножко неправильно будет. И спиннинги под мультовые катушки, их очень часто называют курковые. Почему? Потому что там есть такой курочек снизу. Катушка лежит сверху, а курочек снизу, вот мы его там между безымянным пальцем и мизинцем зажимаем. Это нужно для чего? Для того, чтобы у нас на забросе банально удочка не улетела в воду. То есть если мы безымерционку-то держим, у нас есть лапка, которая как стопор работает, то вот здесь этот стопор выполняет вот этот крючочек. Поэтому нам нужно потратиться на удилища. Они в сравнении со спиннинговыми удилищами? Плюс-минус одинаковые по ценнику, всё то же самое. Но здесь, честно скажу, что не надо экспериментировать с обычными удочками, потому что у них первое кольцо достаточно на высокой лапке идёт. И, соответственно, катушка здесь у нас сверху. Мы же кольцами кверху будем рыбачить. И где-то там на подсечке или ещё что-то можно просто эти колечки сломать, и потом спиннинг у вас придёт в негодность. Поэтому дополнительные траты. А у этих удочек и свои тесты там опять же? Всё то же самое. Всё то же самое. Это точно такие же удилища, только с другим расположением колец и катушкой-держателем. Но в минус... Пять минут у нас. Да, в минус безымерционным катушкам мы отметим то, что траты на удилища. Дальше. Скажем о том, что ловли с мультипликаторными катушками при температурах, близких к нулю, или, не дай бог, отрицательных, или ещё что-то, она в некоторых случаях затруднительна, в некоторых случаях вообще невозможна, когда у нас всё очень сильно обмерзает. А затруднительно по одной простой причине у нас будет дико мёрзнуть рука. Ну, то есть, например, если мы держим катушку в правой руке, то есть что происходит? Безымерционка у нас находится снизу, да, и всё, что там на леске, там, сырая вода, вот, ну, там, капли вот эти все, да, там, какой-то снежок или ещё что-то, у нас капает вниз. Минуя руку. Да, а здесь у нас катушка сверху. Это всё течёт на руку. Это всё у нас течёт на руку. Соответственно, сырая рука, металлический корпус катушки и отрицательная температура, либо близко к ним, руку можно отморозить. Поэтому... Без шуток, между прочим. Нет, на полном серьёзе. Я ещё раз повторюсь, вот мой совет, безинерционная катушка, по крайней мере, для меня. Я знаю людей, которые ловят даже зимой, там, зимний спиннинг, практикуют с мультами, там, решают вопрос, там, какими-то неопреновыми перчаточками, там, ещё чем-то. Ловить можно, вопросов нет. Но я считаю, что каждой снасти там своё время и место. Поэтому для меня мультипликатор это только летняя тема. Ну вот всё, тепло стало, да, взял, пошёл, ловишь, наслаждаешься жизнью и там без каких-либо проблем, там, всё у тебя здорово. Поэтому вот здесь точно минус. Дальше. Мультипликаторные катушки, особенно если мы рассматриваем, например, для начинающего катушки такого, ну, бюджетной и среднебюджетной ценовой категории, по сравнению с теми же безнерционками, будут иметь более плохой фрикционный тормоз. Соответственно, это может сыграть злую шутку при вываживании крупной рыбы. То есть на любой безнерционке, даже, там, не знаю, за тысячу рублей, да, фрикцион будет лучше, чем у мультипликатора стоимостью, там, за пять. То есть я делаю вывод, что... Это особенности. ...с дешёвой мультипликаторной катушки, наверное, начинать. Нет, с неё можно начинать, но здесь, скажем так, вопрос такой, что, там, если мы ловим мультипликаторной катушкой и начинаем, там, с дешёвого бюджетного варианта, да, то лучше всего его приобретать по технике заброса, где... Ой, вернее, технике ловли, где нам вот этот фрикцион не особо и нужен. То есть, например, ловля с толстыми шнурами, мощным удилищем в коряжнике, ну, там, о каком фрикционе мы говорим. Ну, то есть он там нам фактически-то ещё и может плохую роль сыграть, да, там, рыба на фрикционе может залезть в коряги, мы её потеряем, точно так же, как и приманку. Вот, либо там ловля, например, на те же джиркбейты, да, когда у нас там снасть, можно, не знаю, там, паровоз остановить. Ну, тоже, как правило, фрикцион редко когда используют и на каком там трофее он там сработает. Соответственно, если же вы выбираете мультипликатор для себя, там, для какой-то такой средней ловли, да, там, ну, не знаю, там, с весами, там, от 10 до 30 грамм, да, и у вас там относительно открытое место вы используете, планируете использовать не очень толстые шнуры, там, да, но в то же время может там попасть какая-то там такая крупная борзая рыба, да, то вот здесь фрикцион может сыграть такую отрицательную роль. Он есть, он присутствует, он работает, но он не настолько чётко и тонко настраиваемый. Вот, поэтому вот это ещё один минус с мультипликаторной катушки. Понятно, что на катушках топ-сегмента, там, да, ещё там очень качественно и хорошо всё это сделано, там есть специальные, скажем так, тюнинговые комплекты для фрикционных тормозов, там, корботексовые диски, смазываемые специальным маслицем, там, всё такое. Ну, это всё стоит... Определённые выжимки, определённое время сутки. Это всё стоит определённых денег. Но дорого вообще. Вот сюда мы в минус берём. И следующий минус, который, наверное, вот сейчас скажу, и у нас время уже, наверное, заканчивается, да, это невозможность работать с лёгкими весами. То есть если вы для себя рассматриваете мультипликатор в стезе ультралайта, ну, там, веса там планируете... Грамм, два грамма. Даже там, вот так вот возьмём, там, три грамма, пять граммов, да, и только хотите начинать, бросьте это дело. Купите там его себе под тяжёлые веса, попробуйте, а там дальше. Связано всё с тем, что можно, опять же, ловить, но это безумно дорого, потому что нужно брать мультипликатор и туда покупать вот эти тюнинг-комплекты. То есть более лёгкую шпулю, керамические подшипники, быстрое масло, да, там, всё вот это вот менять. Уменьшать трение, в том числе, да. Покупать специальные спиннинги, которые будут загружаться там от этих приманок, да. Ну, то есть это своя философия, есть там люди полностью на этом заточенные, там, больные такие, в хорошем смысле этого слова, которые ловят мультом всегда и везде, но это, опять же, выливается в определённые финансовые затраты, которые на начальной стадии освоения, они просто не нужны. Поэтому мой совет, вот подытожив, наверное, сегодняшнюю передачу, мой совет, если вы хотите начать ловить мультом, выберите для себя мультипликатор среднего качества, это будет там где-то в пределах 5-7-8 тысяч рублей, вот, причём есть и у Шимана, и у Дайвы, и у Абу Гарсии сейчас эти мульты, я советую именно три эти фирмы рассмотреть, и выберите для себя технику ловли, где ваши веса будут, ну, хотя бы там грамм от 10 и выше. Вот в таких вот весах, да, там всё будет хорошо. Да, ну вот столько рекомендаций, столько советов. Дана, выбирайте, делайте выбор, размышляйте. Василий открыт для общения, можете найти его. Да, пожалуйста, задавайте вопросы, пишите. Безусловно, в социальных сетях, и непосредственно можно в компании «Арсенал» на «Комсомольской-8» подойти и пообщаться. Так что всё будет в порядке. Спасибо, на этом завершается очередная программа «Трофеи рыбалка». Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на «Комсомольской-8». До встречи через неделю, в четверг, в 8 вечера. Видеоверсия будет обязательно завтра на сайте эхокирова.ру и на нашем YouTube-канале. До свидания. Генеральный партнёр программы компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка»